Из книги «Открытым оком», тема Лапкин книги, третий том, вопрос 984. Почему кто первый подает вам записки, вы на них отвечаете в последнюю очередь? Надо соблюдать очередность, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Я беру так, как мне их подают, кладут на кафедру. И естественно, что последний оказывается сверху. Постараюсь это учесть, очередность есть даже у мертвых. 1 Филосолоникийцам 4.17. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены, будем на облаках встретения Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем. 1 Коринфянам 15.23. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его. Очередность соблюдается в животном мире. Всегда вначале подходят к водопою более сильные. А более слабые пьют всегда замутненную воду. Такой записки мне еще не подавали. Не подумайте, что когда я отвечаю в конце, то ответы мои замутненные и менее точные. Учитесь быть терпеливыми. И, как говорит Иоанн Гатауст, научитесь не задавать вопросов. За каждый ответ, какой я вам даю, с вас будет спрос. Лука 12.47. Раб же тот, который знал волю Господина своего и не был готов и не делал по воле его. Бит будет много. Притом хочу сослаться на моего хозяина, который ни перед кем не отчитывается за то, что не соблюдает очередность. Матфея 28. Когда же наступил вечер, говорит господин Миноградникову правительству, позови работников и отдай им плату, начер с последних до первых. Согласно притче, первые всегда почему-то недовольны и ропщик, потому что они претендуют на большее. И я хочу сказать, разве я не власть на своих ответах? Все это я говорю по ушу тебя. Записка просто развеселила меня. Как психолог, как меня нарицают в печати, в фильмах, в судах, хочу определить написавшего, кто вы. Избалованным вниманием другого пола, требующий, чтобы ему все подавали прямо на стол, капризно, невоздержанно. И это не в вашу пользу. Умейте выждать свой час и всегда молитесь, чтобы вам отвечал не я. 2 Коринфянам 5.20. Итак, мы посланники от имени Христова и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просит примиритель с Богом. Сирахов 2.14. Горе вам, потерявшим терпение. Что будете вы делать, когда Господь посетит?